Всем привет! Буси, что там такое? Дуркают. Всем привет! У нас дуркают собаки, а это канал Коля Оля Шаповаловы. И сегодня у нас обзорчик. Опять у нас обзорчик. И сегодня у нас много всего интересного. Ну, не много всего, но интересного. Значит, мы вообще-то мы ехали сегодня отвезти справку, наконец-то, в отдел субсидий и купить поролон. Поролон для перебивки уголка, частичный. Потому что есть у нас где-то куски дома поролона было, но на сидушку, там еще на счет, еще не хватает. Поэтому мы взяли новый поролон. Давай сразу скажем, сколько он? Дорого. Давай. Да, не, недорого. Здесь 2 метра 10 на 2, получается 610 гривен. Да, метр 10 на 2 метра. Да, на 2 метра. 610 гривен. А это мелкий поролон взяли вот такой вот, это 50-ка, а это 20-ка, по-моему, да? 20-ка, он стоит... А он стоит... 100 с чем-то? Сейчас, сейчас, у нас все вышло на 800... Нет, ну это с подушкой. Короче, 100 с чем-то он, по-моему... Не-не-не, 2 вместе этих поролона. 850 гривен. Ну, 600 с чем-то этот. 600 этот, и отнимаем, и получаем 200... 250 гривен. Ну, тут метр на 2, да? Метр на 2. Метр на 2. 2 квадратных метра. Да. Ну, новенький, хороший поролончик. Этот поролон мы думаем использовать для домика, всякого домика для кошек, там, может быть, эти... Ну, короче, в общем, есть для чего использовать поролон. Лишь бы был, а тогда мы найдем, куда использовать. Давай сразу подушечки. Да, во. И там же можно купить, смотрите, вот такие вот подушечки. Мы показывали магазин, в котором мы покупаем, уют называется, покупаем поролон. Магазин тканей, да. Да, он очень дешевый, там хорошие цены. Смотрите, вот такие вот замечательные подушечки. Их можно на стулку положить, на диванчик положить. То есть, очень-очень мягкие, классные. Они шьют его с остаточком, ну, посмотрите, как красиво получается, правда? 80 гривен подушка, вы представляете? Всего лишь 80 гривен. Так, смотрите, какая она огромедная. И они разные-разные. Смотрите, какие классные. То есть, на диванку такие положили, даже не на диванку, а на кухонный уголок. И в попу тепло, и мягенькая, и красота. Или вот на спинку, да, можно положить. Очень-очень удобная. За 80 гривен вы нигде не найдете такие, это однозначно. В этой центре 180-то такая будет стоить? Нет, такая больше будет стоить. Еще не больше, да. Такая будет больше стоить. Там 60-70 гривен, такие маленькие, нету чего видеть. И то, только верхушечка, а там снизу смотришь, а там так резиночка обтянутая и поролон внутри. А, просто кусок ткани. Да, а тут синтепончик, такой мягенький, классный, прекрасный. Так, по 80 гривен. Так, и, а, нет, в этом, в этом, везде не все, да? Да, да. Все. И теперь поехали в Walmart. Walmart. Начнем с чего? Вот этого, да? Ну, давай, наверное, с продуктов чешу. Давай, что первое в чеке? Да, что первое. Нет, первое в чеке, по-моему, у Цевана поперевала. Да не, продукты должны были быть, я их первое давал. Лампа, ну, видишь, оно само расфасовывает, что первое включает в чек. А, у нас что, хоть это и дело. Ну, давай, так попробуем. Да, смотрите, вот, короче, у них по скидке в Walmart сегодня были лампочки. Вот так вот. Сейчас я вам покажу. Все я вам сейчас покажу. Вот такие вот. Значит, LED-лампа... По 19,99 сегодня одна штука. 20 гривен лампочка. Да. Вот, получается. Это у них сегодня акция на эти. И, в принципе, акция на вот эти. Две вместе, получается, 59,99. Получается, эти две вместе у нас 39,98 получалось, а эти 59,99. Округляй, эти 62, эти 42. Ну, я просто имею в виду, чтобы уже конкретно понимали, что идет. Кофейки с них хватает. Ну, так, потом. Вот такой вот. У нас же знают многие, что у нас появился котенок. У нас появился маленький котенок. И поэтому мы долго выбирали, что ему купить. Ну, чтобы для туалета же было. Потому что если мы их сейчас на зиму в дом поселим, кошка выйдет на улицу. Слушай, да, мы купили то, что нарисовано на рисунке. Прямо нарисовано на рисунке. Смотрите, мы купили такой горшок, купили такую же лопатку. А, обалдеть. Слушай, вот. Да. В общем, получается, мы хотим их поселить у себя в старом доме. Вот. Но так как котенок, например, может и не будет выходить на улицу, она-то зимой будет бегать. Она уличная кошка. Вот сейчас мы ее в дом закрыли, она мельчит, нам страшное дело. Вот. А котенок не будет выходить. И чтоб котенок не гадил, где не попадя. Хоть это и старый дом, хоть это у нас там и склад, но все равно, знаете, чтоб не погадил, где не попадя. Мы купили вот такой вот ему наполнивоч. Генничный. Генничный наполнивоч за 62 гривны 80 копеек. И тут обещают сюрприз у каждой пачечки. В каждой пачечке типа сюрприз. Ну, не знаю, посмотрим. Макс называется. Знаешь, 62 гривны 80 копеек. Давай его со стола. Да, убирай. Следующее, что у нас есть, туалет. Ну, кажется, кошелка вот такая. Какая кошелка зеленая. Да, вот такая зеленая кошелочка. Красивая. Тут можно, она вот так снимается, вот эта штука. Сейчас. Сможешься? Нет? У меня еще одна рука. У тебя две. Вот. Эта штука снимается. Можно сюда тулить пакет. Вот сюда вот. А потом пакет прижимать вот этим. И аж туда песок насыпать, чтобы потом снял эту штуку. Пакет собрал и выкинул. Но, я же говорю, пакет вряд ли мы будем тулить. Посмотрим. Вот. А то, что еще чем удобна вот эта вот штука, что когда он будет грипстись здесь, он просто-напросто не будет рассыпать этот песок. Он будет глубоко упираться, да, и падать назад. Песочек не будет этот везде рассыпаться. То есть они же там любят вот это вот, ковряться вот эти коты все. А как посмотришь, они начинают там такое вот творять в этих своих горшках. В общем, вот такой вот большой вместительный. Такой общий туалет для мамы и для ребенка. Кошмар, короче. Стоит он 93 гривны 98 копеек. А, вот тут есть, да? 93-98. Вот, кстати, природа это... Нормальная фирма. Нормальная фирма. Мы и мыски собакам покупали такой фирмы, да? Вот. И коту нашему, ну, Георгию бывшему. Цена нормальная и качество нормальное. Да, очень. Это украина, да, получается? Ну, блин, по-русски что-то. По-украински написано, значит, Украина. Лопатка. Грану. Харьков. Харьков выпускает, да. В общем, это, я вам серьезно скажу, что вот по Украине вот эта природа очень дешевая цена. Значит, следующим делом у нас идет вот такая вот лопатка. Ну, я понимаю, для чего. Вы, вернее, понимаете. Это, чтобы выбирать вот эти вот наполнитель кошачий после того, как... Хоть я туда наполнил. Да, после того, как наш этот... Ёшка туда наполнит, мы будем выбирать. Значит, он стоит 14-12. 14 гривен 12 копеек. Вот такая лопаточка. Довольно-таки интересная. А, тоже написано природа. Господи, я искала, где написано природа. Так, следом, что мы купили там же. Игрышка для кошенят. Ну, Игрышка для маленьких котиков. 19,99. Сейчас будем смотреть. Вот это, походу. Вот. Она тут светится, видите? И пищит. Если ее зажать. А, да. Мы не будем собаку показывать. Потому что собаки ее съедят сразу. Им такая Игрышка, это так, на один раз. Ну, чтобы вы понимали. Так, вот такая 19,99. Довольно такая интересная. Может, будет играться, будет играться хорошо. Следующая маленькая вот такая игрушечка купили. За 5,34. Тоже такой шарик. Он будет кататься, извините. Может, ему интересно будет. Чем-то ж надо всю зиму заниматься, правильно? Зима-то, блин. Так, значит... Ну, у нас одна батареечка. А, хорошо. И купили Игрышку Мышенятка, вот такое вот. Ну, она это вообще не в котячьем отделе была, а просто. Да, это в отделе брелков вроде как. Да, в отделе брелков было. Но я думаю, знаете, сколько такая маленькая мышка, и то не такого качества, а хуже, стоила в этом, в кошачьем отделе. 20 с чем-то гривен, но так дело в том, что... 26, она там меньше, по-моему. Она меньше была. И такая стрёмная-стрёмная. Это хоть, понимаете, хоть шито по-человечески. А там вроде кусок пенопласта, а в него зашили, да? Да, детали сделаны, смотри. Да, как китайцы же, да? Чина. Лапки подняли. Чина, чинь, чина. А ну, где там. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Проверьте. Вот, чина написано. Рыбник Китай. Вон, видишь? Вон, чина. Да, да, да. Так дело в том, что у них ручки маленькие. Иголочки маленькие. Они что пают? Быстро, быстро, быстро. Сколько она стоит? Так, стоит 19,99. Отлично. 23. Да. И следующее, что мы купили. 72 гривны. Что это такое? Нап. А, напий кисломолочный айран. Это вот. Сейчас. Вот, вчера не было, сегодня был. Да, сегодня мы его нашли. Вот он, айранчик, да. Мы его покупаем постоянно. Это айран с укропом. Очень вкусненький. Значит, мы купили таких вот, сколько ты? Четыре банки взял? Там вон видно даже, что много укропа. Да, четыре баночки по 18,08 сегодня. 72 гривны получилось, 32 копейки, четыре штучки. Они там внизу. Так, потом что у нас? Атинский, атинский, атинский. Ага, вот. Что я, Атинский? Пухнастыки. Пухнастыки? Дряпалка. А, дряпалка. 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 Вот такая вот дряпалка у нас. Это когтеточилка для китеняток. Всего лишь 148 гривен, самая дешевая, потому что там и 200, и 300, и в принципе ничем не отличались. Здесь 148, 18 копеек. Вот такая дряпалочка. Да, довольно-таки надежная, крепкая. Мы могли бы сами, конечно, сделать, но это еще покамись время, правильно? Ну, надо материальчик какой-то найти, купить он специально какие-то саморезики. Время нет. Можно, конечно... Это же даже шпагат вот где, его надо тоже купить. В эпицентре надо, конечно. Это все надо ехать и покупать, и все остальное. А у нас там в старом доме стоят сумки с вещами, у нас там еще куча всего стоит. Если он начнет там когтики дряпать об наши шмотки, то это вообще будет плохо. Поэтому мы ему купили такую дряпалку, может ему понравиться. Надеемся, что Ёшику понравится. Так, и она стоит у нас, ну, а я же сказала, 148,18. Следующее, легкие. Так, дряпалку убираю. Легкие. Сегодня попала я на легкие говяжьи. Вот знаете, я говорю, говяжьи мне нравятся больше, и мясо, и все субпродукты говяжьи мне нравятся больше, чем свиные, если что. Вот я на них попала и очень даже обрадовалась. 30 гривен килограмм. Во-первых, да. Во-первых, 30 гривен килограмм. Во-вторых, с саботюром тоже можно говяжьи кушать. Я вообще сама легкие тоже люблю. Но и собакам нашим можно говяжьи кушать, свиные вообще нельзя. И кошаки можно говяжьи кушать. Поэтому смаковать будем все, как говорится. Коля легкие не очень любит, по-моему. Ну, такое, да. Салат, если и салатик какой-то, то да, могу есть. Да, смотрите, вот. Значит, одни вышли нам на 10,44, но на самом деле очень легкие. Другие на 9,84, третьи на 13,92 и четвертая на 10,26. Легкие, очень легкие. Да, очень, очень легкие-легкие. Тут там вот так. Какая-то, да. Да. И вот смотрите, язычок. Взяла язычок. Дело в том, что чаще всего беру свиной, потому что он дешевле. Он обычно по 78 гривен бывает. Вот, ну, это по скидкам. А вообще это где-то в пределах 90 гривен, ну, килограмм. А это взяла, потому что Коля у меня не ел язык до меня, как говорится. Он только вот, когда я со мной познакомилась, мы начали готовить и все остальное. Ну, то есть я готовить. Потому что я языки очень сильно люблю. То есть это с детства мое любимое блюдо. Мама готовила и заливные языки. И самое было оригинальное, это отварить язычок и вот нарезать на тарелочку сверху майонезика. Ну, это когда гости приходили. В те времена разы там много чего, можно было себе позволить. Поэтому это еще с детства, вкус с детства, как говорится. Языки очень сильно люблю. Но, так как мы все время заходили в сельпой, там вот такие коровьи языки лежали, огромные. То есть, ну, позволить себе язык за 280, за 300 гривен, как бы, ну, не очень. И тем более нарезать его такими огромными шматами не хотелось. Я это посмотрела, видимо, видите, маленькая коробка была. Или теленок, или еще. Небольшой такой язычок. Я говорю, Коль, давай купим. Он, да, дорого, дорого. Я говорю, ну, если так вот брать, да? Дорого. Сейчас приличная, ну, более-менее приличная колбаса. В районе 200 гривен стоит килограмм, правильно? Ну, это колбаса. Там все равно добавки, еще что-то, еще что-то, еще что-то. А это натурпродукты. Я отварил, порезал и с майонезом. И давай, кицин, заканчивай, сейчас выключится. Сейчас. И он говорит мне, она говорит, какая разница свиней, давай возьмем. Я говорю, попробуй говяжий, говяжий намного вкуснее. Вот у Гаврила его взять говяжий язык, значит, за килограмм 148,99. И, значит, здесь мы, на сколько там? На 138,86. Да, вот такой вот довольно большой язычок. Так, что еще у нас? Легини, легини, легини. Все. Так, ну и пакет, я же говорила, 2,49 здесь стоит. Дорогой пакет. Ладно, тут дорого пакеты стоят. Вот, и, ну, все. Все, и вышла нам эта покупочка здесь 722,50. Так, а еще ж наклеечки. Наклеечки вот такие взяли мы на ногтики. Вот. Знала бы, что они 36 гривен стоят, я бы не взяла. Ё-моё. Вот, тоже там в Элмарте стоит прям будочка такая, и там продаются все подряд. И наклейки, и лаки, и все остальное. Дело в том, что я не делаю накладные ногти, но я знаю, да. Многие спрашивали, почему не делаю? Почему мне нельзя? Гелевые ногти, накладные ногти мне нельзя делать. По причине моей красной волчанки. В общем, мне сказали, что мне и краситься нельзя, ничего мне нельзя делать. Вот. На голове у меня, конечно, бортак такой. Не обращайте внимания, я сегодня лольвинка. Вот такая вот. Красивая хвостик. Да, у нас тут с таким вот авралом, как у нас тут творится, то извините меня, уже тут уже кошмар, короче. Да. А что, надо уже ногти привести в порядок, это у меня, я же говорю, мажусь своим на лицом мазюкой, и у меня ногти, кажется, что все время коричневые. Вот. А так красным лаком закрасила, но не видно. А мажется, приходится руками, вот оно и получается, чертиша. И такие у меня есть наклеечки, мы как-то купили в красном, где мы купили? Маркет, красный маркет. Или красный маркет, или что-то такое. Но там были по 18 мы тогда купили, по-моему, да? Ну, там дешевле было, но там они плохие. Ну, плохо отдираются от этой вот. Но не факт, что здесь хорошо будет отдираться. Я тебе пытался помочь, и я две сломал. Да, в общем, накрашу ногтики вам обязательно во влоговском видео покажу. Это один и тот же канал, только просто видео разные. Вот, как у меня все вышло. И, кстати, обзор же наших покупок вчерашних по поводу техники. Мы так вам не показали. Обязательно ждите этот обзор, обязательно покажем. Там мы купили камерку небольшую, вот эту вот маленькую. Вот, теперь у нас две камеры. Теперь Коля сможет отдельно снимать, я другую. И телефончик. Ну, короче, это была реклама. Так что ждите снова новый обзор. Итак, и всего у нас вот это вот, поларонка, поролонка которая. Вот, и вот эти все-все-все запчасти, кошачьи-некошачьи, вышли на тысячу. Я вот сейчас на супер бумажке, понимаете? Нашла кусок бумажки. 1768. Короче, в общем, Коля такой, а-а-а, капец, это ж моя инвекторная сварка. Да, ему надо сварка инвекторная, потому что у нас огромная есть, а маленькая такая нет. Вот, в общем, смотрите на нас и не повторяйте за нами, не прожжайте столько денег. Нет, ну на самом деле... Нет, ну здесь много, да, вон, завесил поролон. Да, на самом деле мы сегодня потратились на вот это минимум, на еду. Мы в основном потратились, конечно, на нашего малыша, на нашего нового жителя, вот, потому что вчера мы купили... На ежкиного кота. Да, купили он ему, вот, а сегодня купили, что после этого, а что, понимаете, после еды. В общем, короче, так, смотрите наши обзоры, заходите к нам в гости. У нас не только обзоры, у нас просто есть обычная наша жизнь, наш семейный канал с нашими стройками, с нашими ремонтами. Какие-то советы по стройке есть отдельно. Это рубрика «Сделай сам», да? Да, пытаемся сейчас снять уголок. Да, кстати, уголочек делаем мягкий, заново перетягиваем, так что там тоже будет это видео. Там по кухне тоже кое-какие видео есть, то, что я готовлю каждый день или еще что-то, еще что-то. Я же говорю, у нас сейчас просто аврал, у нас стройка, у нас ремонт, поэтому все в таких полевых условиях, можно сказать. Но это тоже в какой-то мере интересно, правильно? Для тех людей, которые очень слишком спокойно живут, перебирайтесь в частный сектор. А для тех людей, которые живут так же, как и мы, им тоже интересно, они понимают, что не только они так живут. Все, когда начинают строиться, тоже в такой опе находятся. Так что так, все, ребята, всем хорошее настроение, всем любви, добра, тепла в каждый дом, в каждую семью, мир во всем мире. Вот так вот, все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok